Продолжение темы. 3 июня во Дворце Спортовидное состоится благотворительный марафон-концерт в поддержку Васи Матавилова. Мальчика, которому поставлен страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз. Все собранные в этот день средства пойдут на лечение Васи. Сегодня мы вышли на улицы города, чтобы узнать у людей, что такое для них милосердие, и принимали ли они когда-нибудь участие в благотворительных акциях. Скажите, пожалуйста, что для вас благотворительность? Помогать людям, помогать детям, помогать животным. Благотворительность, помощь, наверное, детям, полночи, малоимущим. Я думаю, так в первую очередь. Даже не лишние денежки при первом обращении к тебе за помощью. Внутренняя возможность поделиться. То есть это внутреннее согласие плюс наличие чего-то, чего угодно. А вы считаете, это вообще нужная вещь? Я думаю, если это, так сказать, ты уверен, что это благотворительность, а не эта, то да, конечно, нужно. Организованная есть. Организованная. Конечно, нужно. Просто очень много на этом сейчас мошенников и прочее. А вы слышали о том, что 3-го числа в пятницу будет благотворительный концерт во Дворце спорта? Нет, мы как бы не местные. Мы первый день здесь сегодня живем, поэтому мы вообще не в курсе новостей местных. Вы когда-нибудь занимались благотворительностью? Ну, я бегала на соревнованиях, которые были благотворительным фондом на лыжных. Да, вот. Тоже масса народа выступала. Стартовый износ, который шел благотворительный фонд. Но там не для одного человека было, а для детей даунов. Если есть возможность, почему бы не помочь, как говорят у нас, вот в храме ближнему своему. Это только сврадостно, лично мне. Вот благотворительность – это вот собирают деньги, чтобы помочь тому человеку, кто нуждается в этой помощи. Люди должны помогать друг другу, обязательно, тем более детям. Если этого не будет происходить, то кого же еще верить-то, если не в людей, кто мог бы помочь.